Привет! В этом видео я покажу, как нам из Яндекс.Карт или Гугл.Карт достать карту спутника в большом разрешении, ну, например, для того, чтобы её использовать в 3D-редакторе, для того, чтобы по ней моделировать, либо вписать ваш 3D-объект в эту карту. Вот. Я помню, как пару лет назад я, видимо, был достаточно глуп и какого-то чёрта делал скриншоты, кажется, и составлял их в фотошопе. У меня, ну, вот один проект я делал, у меня ушло на это час, наверное, или, может быть, даже 2 часа. Ну вот, а вам повезло, либо вы оказались умнее и сами это видео загуглили. Есть хорошая программа. Так, я ссылку на сайт оставлю в описании к видео. В общем, sasgis.org. Нажимаем sasplaneta скачать. Последняя стабильная версия. Так. Ну, у меня интернет довольно медленный. Я, на самом деле, уже скачал. Не буду ждать, пока второй раз скачается. Эту программу не надо устанавливать, просто скачивается, как такая папка. Здесь sasplanet.exe лежит. Файл. Ну и, предположим, мне нужен кусок Екатеринбурга, как в том проекте, который я только что показывал. Если вы, значит, ваш город вот так по карте найти не можете, здесь можно включать слои. Ну, кстати, во-первых, вы можете здесь выбрать, какую карту вы хотите использовать. Вот, скажем, Google карту, может быть. Google спутник. Вот. Либо Яндекс. Спутник. Яндекс. Карты. Очень прикольно, что вы можете их сравнить и конкретно для вашего участка выбрать, какая из карт лучше. Также можно показывать слои. Например, Яндекс. Гибрид. Вот. И теперь я Екатеринбург найду. Вот. Ну, а потом скрыть все. И теперь только карту видно. Теперь надо выделить область, которую вы хотите сохранить. Вот. В верхней панели выбираем прямоугольную область. И ставим две точки. Вот. К сожалению, тут нельзя зажать Shift, чтобы, например, он ровно квадрат нарисовал. А мне было бы удобнее в Максе и потом в игровом движке использовать квадратную текстуру. Ну. Поэтому придет примерно квадрат выделить. Ну, хотя, если вы только в 3дмаксе это планируете использовать, в общем, довольно непринципиально. Вы можете выделить там и прямоугольник. Так. Ну, скажем, что-нибудь такое мне нужно. Вот. Дальше вылазит вот такое окно. Ну, кстати, если вы окно это вдруг случайно закрыли, вы можете его в любой момент вернуть. Когда у вас область... Ну, вот, область вы какую-то один раз нарисовали, можно всегда вот здесь выбрать предыдущее выделение. И это окно снова к вам вернется. Вот. Здесь выбираем вкладку «Склеить». Указываем, куда сохранить я сохраняю на рабочий стол. Потом выбираем масштаб. Обратите внимание, когда я меняю масштаб, здесь показывается размер карты в пикселях, который у нас получится. Вот. Ну, например, вот такую достаточно... Так, сейчас, давайте 18 скажем. Да. Вот такую карту мы получим. Да, ну, в принципе, ничего вам не мешает сделать карту еще больше. Довольно быстро он ее создает. Вот. Тут показывается количество тайлов. Ну, это какие-то его расчеты. То есть, сколько там он картинок, скриншотов должен объединить в одну. Вот. Ну, то есть, надо полагать, что если бы вы делали то же самое руками, вам бы пришлось сделать 1122 принтскрина. И еще очень удобная штука, вот я здесь уже числа поменял, разбить изображение на сколько частей. Вот, я выберу разбить на две части, то есть, у нас в итоге 4 картинки получатся. Ну, и потом нажимаем начать. И давайте посмотрим, что на рабочем столе. Вот у нас получилось 4 изображения. Разрешение у них 3500 пикселей. Можно открыть, посмотреть. Вот такие достаточно качественные картинки. Так, мне кажется, он немного по JPEG-овому их сжал, но это все в настройках. Там тоже можно указать, чтобы этого не происходило. Так, и смотрите, размеры этих изображений не совсем, они квадратные, да? Поэтому давайте посмотрим, как нам теперь их в 3D Max можно поместить. Так, ну здесь в принципе все достаточно банально, просто создаете plane, и размер этому plane можно задать такой же, как пропорции у нашей картинки. Скажем, 4, 2, 8, 0, 4, 2, 8, 0, 4, 1, 1, 2, 4, 1, 1, 2. Вот, я ввожу в метрах, потом мы масштаб подстроим. Ну, и теперь это изображение можно сюда просто закинуть, да? Все, и поскольку мы длину и ширину ввели такие же, как пропорции картинки, то у нас изображение сейчас получается не искаженное. Так, и то же самое мы можем сделать с остальными изображениями. Так, я эту картинку копирую. Можно включить привязку. к вершинам. Убрать галочку Enable Axis Constraints. И эту вершину привязать сюда. вот. Я разбил изображение на 4 части, потому что, ну, 3ds Max будет проще обрабатывать 4 маленьких изображения, чем одно большое. Если у вас изображение будет прям совсем большое, там, две тысячи на две тысячи пикселей, то, по-моему, 3ds Max вообще такое не переварит, или видеокарта будет сильно страдать, ну, либо переварит он это или нет, зависит от вашей видеокарты, в общем, правильно будет вот таким вот образом на маленькие кусочки поделить. Ну, примерно по 4 тысячи пикселей пускай будут эти кусочки. Теперь давайте сделаем, чтобы эта карта у нас была в 3ds Max в правильном масштабе. Так, ну, к счастью, тут есть прикольный инструмент, линейка, нельзя, к сожалению, измерить размер вот этого квадрата, который мы нарисовали, вот, но, в принципе, линейкой тоже неплохо, вот ставите две точки, и пишется расстояние между двумя этими точками, так, вот, вот этот азимут, я насколько понимаю, если вы сделаете 90 градусов, то значит линия у вас будет параллельно короче, горизонтальный будет, ну, как-то так, вот, размер получился 5 километров 608 метров, так, создаю плоскость, у которой будет вот эта ширина, 5 километров 608 метров. Такая достаточно большая. Вот, кстати, обратите внимание, что у меня в 3ds Max сейчас все вот так дергается, перемещается рывками. Вот, здесь дело в том, что слишком большого размера объекты, да, вот такая огромная карта, но если я ее еще больше отмасштабирую, то будет еще хуже. Вот, в таких ситуациях можно зайти в Customize Unit Setup и в System Unit Setup вместо сантиметра выбрать метры. И теперь, когда вы это выберете, то размер вот этой плоскости, которую я только что создавал, уже увеличился в 100 раз. И теперь, как бы, чтобы она соответствовала масштабу, вот эти два нуля надо стереть. Вот, 5 километров, 608 метров. И, соответственно, вот эту нашу карту надо отмасштабировать вот до этих размеров. Так, я 4 объекта сгруппирую, чтобы удобно было с ними обращаться. Вот эти два объекта теперь можно разместить в центр координат. Вот, включаю перемещение, PXYZ 0.00 вводим и карту масштабируем вот так. В принципе, это я сделаю на глаз. Ну, что-то мне даже в голову не приходит сейчас какого-то такого простого способа, как можно сделать это идеально точно. Ну, вот на глаз, в общем, меня всегда устраивает. Можно выбрать у масштаба вот этот первый вариант масштабирования, да, и крутить вот этот параметр. Зажатым альтом, если будете крутить, то будет двигаться медленнее величина. Ну, что-то типа такого. Так. Ну вот, достаточно точно. Всё, в общем-то, у нас карта теперь в масштабе. Вот этот объект можно удалить. Карту. Так, всё, карта у нас в центре координат. Так, ещё очень важный момент, который тут стоит отметить. Смотрите, у вас карта, хоть она и в огромном разрешении, да, JPEG у нас картинка, тем не менее, в 3DMAXе отображается она в хреновом разрешении. Вот видите, дома там в 2 пикселя, при том, что на нашем изображении в JPEG'е вот достаточно всё детализировано. Вот. Ну, здесь дело в том, что текстура в максе отображается в слабом разрешении. Это настраивается очень просто. Вот здесь вот. Щелкаем по слову Shaded, заходим в Configure, Display Performance, и там, где TextMaps написано, выставляем разрешение. Ну, например, 4960. А, 4096. Всё. Окей. И карта сразу обновляется, и теперь вот разрешение уже максимальное. Ещё важный момент, что если у вас будет слишком много текстур на экране, во вьюпорте, да, ну там, не знаю, штук 50, например, и у них, у всех будет достаточно большое разрешение, тогда, возможно, экран будет притормаживать. Вот. И в таких случаях, ну, то есть, может быть, полигонов-то мало в сцене, но при этом всё тормозит. Вот, к TextMaps, размер, текстур, он достаточно существенно может влиять на производительность, если текстур много, так что имеет смысл его понижать, когда у вас нет необходимости работать с картами с высоким разрешением. Вот, в общем-то, и всё. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал на YouTube, ставьте лайки, пока. Субтитры сделал DimaTorzok